Приветствую! Учитывая какой плохой период переживает сейчас Украина, мы с вами привыкли к плохим новостям. И мы так к ним привыкли, что уже порой даже не веришь, что могут быть хорошие новости в Украине. И я в свое время пообещал вам, что я буду изыскивать такие новости и доносить их до вас, чтобы хоть как-то поднимать настроение в это тяжелое время. И вот сейчас я хочу ознакомить вас с достаточно позитивной, на мой взгляд, статистикой, которую подготовил для нас OpenDataBot. Давайте ее посмотрим. Вот так звучит новость на их сайте. Рекордное количество новых дел украинцы открыли в сентябре. Имеется в виду, конечно же, сентябрь 2023 года. И вот давайте смотреть, о чем идет речь. И вот здесь самое главное написано, что в течение сентября украинцы открыли 35 587 ФОПов. Почему это так важно? Да потому что вот если мы посмотрим статистику по количеству открытых ФОПов в месяц за последние три года, то мы увидим, что вот мы сейчас здесь 35 500. И если вернемся обратно, то схожая цифра была летом 2020 года 34 000, но и то меньше. А больше было 39 844 000 в феврале 2020 года. А ну-ка, давайте вспомним себя сейчас. Вообще, что такое был февраль 2020 года? Ни войны, ни мыслей о войне, ни ковида. И мыслей еще о ковиде тогда не было. И люди открывали ФОПы, и открывали ФОПы именно в таком количестве, как и сейчас. Ну там несколько превышения было на 10%. И о чем это говорит? Это говорит, что тогда мы открывали ФОПы. Почему? Потому что в стране было, ну, относительно, скажем, да, все нормально. Это еще до ковидные времена. И была вера в то, что, да, ты можешь открыть бизнес, зарабатывать и так далее. И сейчас люди делают то же самое. И сейчас люди открывают ФОПы, веря в то, что здесь еще не все потеряно. Кстати, можем посмотреть еще, какие же, какие сферы наиболее востребованы, наиболее популярны. Вот начнем отсюда и пойдем по часовой стрелке. Вот смотрим, что розничная торговля 35%, наибольший, ну, 36% почти, да, занимает. То есть наибольшее количество ФОПов открывается в сфере розничной торговли. Далее идем. Индивидуальные услуги с большим отрывом идут. Оптовая торговля. Смотрите, кафе и рестораны открываются. Вы вдумайтесь, сентябрь 2023 года, когда в стране идет война, когда летят калибры везде, а люди открывают кафе и рестораны даже. Компьютерное программирование. Айтишники, да, кстати, не в топе. Не в топе, как оказывается. Ну и далее информационные услуги. Образование, транспорт. И даже оптовая и розничная торговля авто. То есть даже во время войны люди начинают вести бизнес по продаже автомобилей. А дальше давайте посмотрим, где же открываются ФОПы. Вот география этих новых ФОПов. Киевская область. Абсолютный лидер у нас, да, там более 7 тысяч. На втором месте Днепропетровская область. Вдумайтесь, Днепропетровская область. Область, которая граничит, собственно говоря, с теми областями. И, как я понимаю, там же даже боевые действия частично ведутся, да, на территории этой области. Или, хотя может здесь я ошибаюсь, да, но граничит, как минимум, с теми областями, где ведутся боевые действия. На втором месте, третье место Львовская область. В принципе, понятно, да, крупный областной центр и максимально удаленные от боевых действий. А посмотрите, кто на четвертом месте. На четвертом месте Харьковская область. Мой родной Харьков. Харьковская область, где ведутся сейчас боевые действия непосредственно на территории этой области. Харьков, который, как мне кажется, ну, одним из лидеров является по прилету туда С-300 и калибров. И там мы открываем ФОПы. Сила харьковчан, харьковчанам респект. Что это все значит? Вот вся эта статистика, о чем она нам говорит? А говорит она о том, что есть масса людей, которые даже в этих условиях не готовы сдаваться. Они не сдаются. Они, несмотря на все те лишения, в которых мы сейчас живем, они видят перспективу для себя. Они открывают новые бизнесы. И опять же, вот обратите внимание, да, я говорю вот это громкое слово «новые бизнесы», но это же не бизнесы, которые там условно Ахметов какой-нибудь открывает, да, там новые компании. Это отдельная история. ФОП – это обычный человек, который по каким-то причинам решил открыть бизнес, начать свое дело, уйти с работы. А может потерял, кстати, работу, да, и поэтому решил открывать свое дело. И это же не бизнес, в котором там, я не знаю, трехэтажный офис, секретарши и прочее. Это же совсем другое. Это маленькие предприятия, на которых зачастую не будет даже работников. Но этот человек даже в этих условиях, условиях военного положения в стране, открывает свое дело и начинает сам отвечать за свою жизнь. Почему? А потому что понятно, что надеяться-то, собственно говоря, особенно некого, да. Но главная мысль здесь какая? Люди верят в некое светлое будущее. Люди верят в то, что они могут изменить, если не в целом ситуацию в стране, то они могут изменить жизнь для себя и для своей семьи. И вот я сейчас говорю это для того, чтобы, может, кого-то воодушевить, кому-то показать, что не все потеряно, пока ты веришь. Потому что если ты не веришь ни во что, ты сел, сложил руки, не знаю, там, пошел, в окно ушел, да, потому что, ну, если ты не веришь. Вот вера как раз в себя и в некое светлое будущее, да, пусть это наивная вера, пусть это наивная вера, но если она есть, у тебя появляется шанс на некое будущее. Если у тебя веры нет, шансов никаких нет. И вот 35 тысяч человек за месяц показывают, что у них, несмотря на все сложности, которые есть сейчас в стране, есть некая вера. Эти люди открывают ФОПы и, да, не у всех получится, но будут многие из этих, у кого получится и кто действительно сможет изменить свою жизнь. И, наверное, вот эти люди должны быть, как мне кажется, неким таким примером, да, примером того, что нужно делать, когда не на что рассчитывать. Да, ну, ведь мы сейчас реально понимаем, что, по сути, ты, ну, на что ты можешь рассчитывать? На то, что государство тебе даст помощь в 2000 гривен каких-нибудь, да? И мы же помним позицию государства в плане, там, социального обеспечения, когда говорят, что надо все льготы убрать и все такое. Вот здесь, друзья, помните, вы сами отвечаете за себя, верьте, верьте в то, что вы сможете и начинайте это делать. И главное, вот здесь, на мой взгляд, вера, и я надеюсь, что вот, не знаю, такое видео и опыт других людей, возможно, вселит в кого-то веру и кто-то начнет тоже смотреть по-другому на ту ситуацию, которая происходит в Украине и начнет видеть некое будущее для себя и видеть для себя какие-то новые возможности. Чего я вам искренне и желаю. И, конечно же, традиционно хочу пожелать вам удачи, благополучия, мира и успеха во всех ваших делах. Ну, а если вам понравилось видео, то прошу поставить ему лайк, подписаться на мой канал, а также заходите на мой телеграм-канал. Там гораздо больше информации, появляется она оперативнее, чем на ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Пока-пока!